Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Содержащиеся в женском молоке олигосахариды могут способствовать предотвращению вызываемых стриптококками группы B-инфекции у новорожденных. Свои выводы о новом полезном свойстве этих веществ ученые представили на собрании Американского химического общества. Вызывающие сепсис и менингит, а также устойчивые к антибиотикам стриптококи группы B часто передаются от матери к ребенку во время родов и родоразрешения. Поэтому тем беременным, у кого тесты выявили наличие этих бактерий, дают антибиотики для того, чтобы предотвратить у новорожденных инфекции с ранним началом, во время первой недели жизни. Интересно, что в случаях стриптококковых инфекций с поздним началом, от недели до трех месяцев, чаще заболевали младенцы, находившиеся на искусственном вскармливании. Исследователи из Университета Вандербильта изучили в лабораторных условиях действия выделенных из женского молока олигосахаридов на зараженные стриптококками группы B-плацентарные макрофагии и клетки оболочки плода. Углеводам удалось подавить размножение бактерий в обоих случаях. Подавили олигосахариды стриптококковую инфекцию и у беременных мышей. По мнению ученых, эти углеводы могут предотвращать стриптококковые инфекции по двум причинам. Они выступают как в роли антиадгезивного средства, мешая бактериям прикрепляться к тканям, так и пребиотика, стимулируя рост полезных бактерий. При этом выяснить, какие именно из более чем 200 олигосахаридов женского молока имеют противомикробный эффект, исследователям пока не удалось. Если мы сможем узнать больше о том, как они действуют, то возможно, мы сможем лечить различные виды заболеваний набором олигосахаридов из женского молока. Возможно, однажды они станут заменой антибиотикам как для детей, так и для взрослых, делится своими ожиданиями один из исследователей Стивен Таунсенд.